Спасибо, что жива. Точнее, жива. Так назвали спасенного тюлененка. Ее нашли на пороге ветеринарной клиники в Калининграде 8 месяцев назад. Изрубленную корабельными винтами, истекающую кровью. Шансов на выздоровление, казалось, не было. У нее были настолько тяжелые поражения, что приходилось к ней подходить по 4-5 человек. И каждый держал ее за какое-то место, которое есть еще живое. И только тогда мы ее вот так вот могли кормить. И тут продолжалось в течение двух месяцев. Потом стало полегче. День, когда она съела свою первую рыбку самостоятельно, стал событием городского масштаба. Но было ясно, для дальнейшей реабилитации живы нужны особые условия, каких в Калининградском зоопарке создать не могли. Было решено перевезти тюлененка в Ленинградскую область, в реабилитационный центр «Велес». Двухчасовой перелет и особую гостью принимают на грузовом терминале Пулково. Оформляют без очереди. А в карантинном центре для живы уже подготовили специальный бассейн с непрозрачной водой и первую порцию селедки. Я бы, конечно, на ее месте не ушел. Может, я рыбу все-таки даю. Почти четверть часа журналисты, ветеринары и соседи по карантинному блоку, сибирские рыси, молча смотрят на деревянный контейнер. В опустевшем ящике врачи замечают следы крови. Кажется, малышка ранена. Животное перевозилось в темное помещение, и она просто ободрала себе нос. Поэтому там были следы крови. Естественно, у нее стресс. То есть ее посадили в коробку, перевезли. Сейчас она будет адаптироваться, будет осматриваться. Будет 30-дневный карантин. Скорее всего, царапина несерьезная. Малышка немедленно принимается осваивать бассейн. Плавать ее научили в Калининграде, а в Велесе научат охотиться. И только после этого выпустят в море, где ее будут ждать 5300 собратьев. Ровно столько осталось в природе балтийских серых тюленей. Юлия Васильева, Александр Лучкин и Марк Полухинских. Вести Петербург.